приветище товарищи чинильщики сегодня сегодня мы находимся в флиппер хаус я совсем забыл про это сказать но ты наверное уже догадался да взгляни вот на этот дом хотел сказать этот шикарнейший сгоревший дом про который эти говорил что мы будем заниматься его обустройством выкинем все что там сгорело все починим все приведем в порядок и потом возможно мы его продадим а может не продадим если он нам очень с тобой понравится заходим внутрь и что мы здесь имеем здесь очень все сильно пострадало от пожара холодильник превратился в какую-то черную непонятную штуковину похоже больше на шкафчик опс кажется я холодильник убрал вводила а я-то продать надеялся что здесь у нас тут это что такое зажми чтобы понять подожди то есть сковородки кастрюли они не пострадали да даже тарелка есть какая-то кружечка подожди может тут какие-то бомжи поселились ну-ка давай-ка пройдемся по квартирке в туалете чистенько все ну как чистенько здесь ужасненько здесь очень ужасно бомжи вы здесь нет бомжары выходите сколько картона это уберем нет бомжи нету точно кроме меня одного здесь больше никого нет кроме кроме меня бомжа ладно значит убираем все эти картон очки вот этот все боже сколько здесь придется поработать вместе со столом картон убрал капец я думал я может стол восстановить смогу банки какие-то непонятные в унитазе там рыбки плавают наверное нет там ничего не плавает ой ой вот здесь и беспорядок это подожди это чё там клиенты пришли что ли какие клиенты вы что о чем я здесь еще даже ничего не начал делать кстати забор надо починить смотри он весь разваливается ужас какой здесь на самом деле вообще бы помог снос если мы возьмем с тобой молот молот и вот так вот нет ничего не произойдет жалко жалко конечно я бы здесь все нафиг разбомбил значит что нам нужно вот эту рухлядь мы убираем а ее подожди можно переставить переставлять не будем мы и просто продаем за 587 баксов сгоревший шкафчик как он вообще выжил продаем ну ладно хоть на чем-то наживемся что мы можем продать вот можем продать какой-то пропёрженный пропёрженный диван за тысячу шестьсот пятьдесят а подожди это рубли я же все в рубли перевел он ты шестьсот пятьдесят рублей но это это не серьезного продаем тумбочку не можем продать кресло кстати такое не чушь на кресло слушай но все равно его продаем за косарик что еще мусор я могу продать нет не могу блин ты посмотри сколько комментариев как это без кровати мне нужна одна и только одна спальня комментаторы разбушевались ты только глянь значит вот это все выкидываем нафиг барахличечки все выкидываем выкидываем вот это все вот так вот пустая комната обугленная а нет еще не все вот люстра спряталась значит ее мы продаем за 600 рублей ну все в этой комнате все мы закончили с уборкой идем следующую диваныч значит его впариваем 700 рубликов заработали на диване на кухне значит мы вытяжку продаем за два косаря практически печку за девять косарей можно продать а чешуя есть шкафчики вот эти все они убиты просто их продать невозможно значит мы их выкидываем на помоечку вот так чего открыть я открыть что-то мог ты видел кажется я дверку починил а только что висела непонятно как а ну-ка если его сейчас продать попробую не только удалить жалко посуду значит продаем фиг знает кто из нее ел может быть собаки может быть бомжи мы не хотим с собой подцепить какую-нибудь заразу питаясь с этих столовых приборов и вообще мы купим себе навьем значит в туалете мы продаем хотя нет не будем продавать попробуем ее отмыть может быть ух ты ну это вот максимум сколько я смог отмыть на туалет попробуем отмыть но туалет конечно тоже не блестит чернющий такой страшный даже сесть на него стрёмно будет что у нас по поводу душевой душевая у нас разбита с ней мы ничего не сможем сделать а потолок потолок ты посмотри обугленный обожженный потолок я смог очистить своей шваброй я его не побелил его просто помыл а здесь что творит эта швабра это магия помыть окно давай по моему мастерская мытью окон окно помыто значит вот эту рухлень нам надо продать за 158 рублей дешевенькая но что поделать туалет убираем умывальник убираем ни одной ванной комнаты это слишком значит ванная у нас уже преобразилась ну как преобразилась она стала получше чем была вот эту фигню надо убрать где моя метелка вот вот это вот убираем прикинь уголь тоже метлой убирая это что у нас тут а подожди это грязная розетка ну давай ее починим откручиваем какая на ржавые все часа туда тараканчики выбегут по-любому хотя нет смотри тараканов нет что что подключаем значит проводки все по пунктикам все красивенько завинкиваем теперь все это дело и устанавливаем обратно красивая розеточка установлена значит по дверям двери мы продаем вот так хотя мы их даже не продали а выкинули просто а вот эти смотри-ка можно продать за 4000 рублей ну значит впарим кому-нибудь это все продаем вот эту продаем дверку господи у нас дверей нету как же мы будем жить могу сколько здесь грязюхи возле парадной двери надо быть все прибрать обязательно прибрать это же лицо дома все кто будут мимо проходить скажут что за свинота здесь живет вот так получше грязюхи поменьше здесь вот надо еще потереть где-то что того наверху окажется потереть надо было здесь вот все с крыши убираем паучи но всю всю эту грязь а здесь не лесенка по ходу нужна война до лесен хотя и без лесенки обошелся чё вроде все по грязи у нас все грязь мы всю убрали дверь нужно еще продать входную дверь вот эту продаем вот это тоже продаем все дверей доме вообще нет окна надо помыть лампочку продаем приступаем к отмыванию окон окна отмыты теперь они просто чистейшие как вода как капля росы значит так теперь настало время перепланировки это значит что нам необходимо снести здесь все стены которые только есть берем наш молот любимый молот и начинаем мещить эту квартирку стенки какие стенки где стенки я не вижу здесь никаких стенок единственный выключатель теперь валяется по полу их нужно удалить все стенки мы снесли шикарнейшие пространство огромное просто здесь может поселиться но скажем так 20 человек приехавших сюда на заработки но я думаю ты понял про кого я про гастарбайтеров конечно а может быть и того человек 50 значит теперь нам нужно с тобой разметить помещение очевидно что здесь у нас будет санузел вот эту трубу мы продаем слив туалета тоже продаем трубы для душа тоже продаем итак моя планировочка созрела здесь стенок не будет вообще кроме ванной комнаты это будет у нас огромная студия просторная студия без стенок значит ванную комнату мы заделываем примерно где-то вот так вот мы оставим стенку сейчас мы идем с тобой в магазинчик покупаем плитку для стен смотри мне нравится вот такая вот штука это панели похожий на плитку думаю давай-ка попробуем их купить купить несколько вот такие вот интересные панельки достаем наш патель и попробуем все это дело уложить на стенку ну вот стеночка готова на улице правда уже темнеет необходимо купить лампу купил специальные лампы для ванн сразу их установим единственное что у меня здесь нету выключателя включателя пошли в магазин за ним выбор между выключателями стандартный или современный давай купим современный притч пандорим его вот чуди включим виола при свете эта стенка выглядит еще лучше несмотря на то что похоже она на дерево это на самом деле плитка просто такая текстура теперь займемся размещением сантехники ой ой ну я не могу красота какая блестящая ух и зеркальце роскошной красивы вот это туалетик другие помещения нафиг не нужны когда есть такой роскошный туалет можно я буду жить в нем просто в нем вот на этом унитазе сяду и буду жить вот так вот так но это не все не забываем что нам нужна здесь еще полотенце сушилка и душевая куда же мы их с тобой разместим полотенце сушилку мы поставим явно на эту стенку а душевая у нас будет наверное где-то здесь у меня тут созрел другая дизайнерская идейка я сейчас тебе покажу чё хочу ну что ты готов узрить мою совершенную ванную комнату тадам белая стенка огроменная белая стенка и за ней открываем дверцы вот такие роскошные мы видим нашу роскошнейшую ванную комнату длинную просторную правда нас окнами очень много окон пришлось поставить жалюзи чтоб не посматривали здесь есть все стиралочка ванная вместо душевой пришлось поставить ванную потому что душевая занимает очень много места и вообще короче ванны намного круче вот в ней помыться можно целиком считает что мини бассейн туалет как же без него с держателем туалетной бумаги ну и вот это ты конечно же видел хромированное зеркало с хромированным умывальником просто как мне это нравится в общем вот такая вот ванночка у нас получилось ванная у нас полностью готова вот очень классно мне нравится решил сделать здесь вот дверь вот такие вот это пластик затемненный пластик в цвет стен ну что приступаем к дальнейшему нашему обустройству ну вот и вечер наступил закат красиво а я закончил как раз кухню и между прочим двери поставил пойдем покажу что у меня получилось заходим у меня тут решить постучать можно даже так включаем свет вот такая вот роскошная лампа у меня будет в комнате и разворачиваемся смотри какая классно кухонька у меня получилось просто офигенно я сам в шоке от себя чё я могу сделать какие у меня дизайнерские идеи если понравилась моя кухня то есть я лайкос ну естественно за ванную тоже я лайкос в общем смотрите у меня здесь здесь у меня сушилка для посуды это раковина естественно ведь у меня плита вытяжка пожалуйста вот у меня есть холодос роскошный большой вместительный если вот такой вот еще вентилятор себе поставил если на кухне будет жарко его включу и будь не здесь вижу но вот это место это можно сказать здесь я буду готовить ну или можно здесь что нибудь например микроволновку какой-нибудь разместить по поводу пола ты видишь что я уложил ламинат который очень похож с тем что у меня на стене вот здесь вот кстати надо здесь света включить а так что у меня здесь сочетается все пол и стенка это в принципе не очень круто но что поделать ладно осталось только оборудовать нашу комнату что мы здесь делаем с тобой я даже не представляю но есть кое-какие едейки ну что ты готов узрить весь ремонт целиком внутренней отделки квартиры пойдем покажу пойдем пойдем заходи заходи и тадам здесь у нас диванчик вот такой вот роскошненький здесь у нас письменный столик вот такого цвета он не знаю просто не захотелось такого цвета сидуха роскошно барный стульчик и еще вот сюда воткнул кофейный аппарат как ты видишь в этой комнате нет ни одного шкафа это дизайнерская задумка все вещи будут храниться у меня на полу либо на диване и чисто знаешь такая холостяцкая квартирка вот шкафом скажем нет в принципе все ремонт на этом внутренний закончился осталось только отделать его снаружи этот домик чтобы он не выглядел так ущербно внутри конечно он выглядит просто шикарно как же мы отделаем его снаружи а все просто мы возьмем кирпичи и сделаем кирпичную кладку поехали ну что чинильщики вот мы и изгоревшего дома сделали конфетку надо кстати лесенку убрать ну просто шикардос сколько сил конечно было затрачено на все это дело почему-то мне кажется или нет там он что-то грязь да по-моему это грязь где мы швабра подпрыгнем вот так нету грязи все чистенько как же все перфекто красиво о май гарбл я аж по инглишу заговорил вроде бы все у нас полностью кирпичный домик сейчас мы еще зайдем внутрь проверим все ли у нас там чистенько все ли у нас красивенько заходим свет включается есть по идее должен стоять планшетик или ноутбук но у меня сейчас его здесь нету потому что потому что этот дом мы будем с тобой продавать до его восстанавливал именно для того чтобы продать они жить в нем офис 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 мой сарайный офис заходим в ноутбук и пытаемся продать наш дом и так цена нашего сгоревшего дома ты видишь фоточки видишь фоточки каким он был ранее вот таким вот ужасным просто я не представляю как мы могли его с тобой починить вообще за такой короткий срок буквально там две недели плюс минус стоит он кстати 2 миллиона чуть-чуть вот до 2 миллионов не доходит миллион девятьсот двадцать четыре тысячи ну все домик прощай нажимаем продать ты действительно хочешь продать этот дом да я хочу выставить его на аукцион выставить на аукцион и так я чувствую себя в этом доме как сам не свой я не понимаю зачем мне эта кухня черт подери я столько в нее вложил хорошо что в доме есть по крайней мере одна софа ванная окей почему одна хорошо что здесь нет никаких вещей для сопляков я их не люблю здесь нет спальни алло это что такое две комнаты нормально но мы предпочитаем три очень жаль что в этом доме нет гостиной только одна ванна это хорошо мне нужно одна единственная спальня а здесь нет ни одной в общем данил трухин победитель он предложил самую высшую цену мы можем с тобой с ним еще немножечко перетереть и предложить ему подороже либо принять сразу его предложение или вообще его нафиг послать отказаться ну давай попробуем поторговаться давай мы скажем ему что может и нам соточку еще накинешь и мы типа договоримся ты предлагаешь слишком мало я могу продать тебе дом за дополнительные сто двенадцать тысяч для меня это приемлемо вот блин надо было больше ставить черт подери окай принять предложение ну вот наш первый договор какие впечатления после первых торгов есть тебе захочется проверить подробную информацию относительно покупателей то я сохранил твои заметки о них в планшете круто спасибо моя первая сделочка ну что я поздравляю тебя с нашей первой сделкой она просто шикарнейша быстро прошла и даже мы немножечко поторговались на 100 тысяч косарей не не 100 тысяч косарей 100 тысяч косарей это было бы конечно роскошно всего 100 тысяч рублей вот в общем есть и понравилась эта серия из тебя лайкос также комментос под видос ну и подписочка чтобы не пропустить следующего крутого видео есть еще не подписан а на этом я с тобой прощаюсь тебе удачки и пока увидимся в новой серии а я спать баги опять и а